Добрый день. В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. На прошлой неделе наши региональные власти объявили о таком, казалось, приятном решении, долгожданном для нас, осчастливить, наконец, городской транспорт Твери. Обещают закупить совместно с Внешэкономбанком сотни автобусов, то есть то, о чём мы годами мечтаем. Годами руководители ПТП говорят, ссылаясь на советские времена, вот тогда столько-то было, сейчас близкого-то нет, поэтому автобусы так редко ходят и так далее. Поэтому люди садятся на маршрутки, потому что автобусы редко ходят, потому что их мало. А теперь их вроде как будет много, причём самые разнообразные. И второе ещё намерение изъявили областные власти в очередной раз вытурить у гостиницы «Турист» коммерческих перевозчиков. Дескать, не местным там, нечего оттуда возить, с провокзальной площади, вообще в частности от гостиницы «Турист». И сегодня мы всё это обсудим вообще, хорошо это или плохо, как всё это повлияет на развитие общественного транспорта, на нас, простых жителей, на бизнесменов, которые заняты в этой сфере. Хочу представить гостей из студии. Это Владимир Владимирович Исаев, бизнес-амбудсмен в сфере коммерческого пассажирского транспорта и предприниматель сам. Добрый день. И его тёзка Владимир Фёдорович Густав, исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Тверской автотранспортный союз». Добрый день. Вы можете звонить нам по телефону 3190, всё, что вам интересно, касаемо маршруток, попросту говоря, и вообще пассажирских перевозок. Если вы, может быть, ездите в область, приезжайте в Тверь из области, по Твери перемещаясь, используя, как мы все говорим, в быту маршрутки. Звоните по телефону 3190, на всё ответим, на всё ответят наши эксперты. Ну что ж, господа, ваше отношение к результатам визита Игоря Шувалова, главы внешкономбанка, о том, что сейчас ВЭП нам поможет купить, как они, по некоторым дамам, даже до 500 автобусов. Да, программа, которая сейчас анонсируется губернатором Тверской области Игорем Михайловичем Рудыней, она предполагает закупку порядка 560 автобусов. В основном это автобусы большого класса, также значительную часть составляют автобусы среднего класса, и какой-то маленький объём займут автобусы малого класса. Программа начала реализовываться, это уже не те слухи, которые раньше были, распространялись в бизнес-сообществе. То есть, Владимир Владимирович, это уже не как раньше хотелки народа, это уже в выполнете? Это уже реализация. Я был на этом, скажем так, на этой мероприятии, видел сам эти автобусы, разговаривали мы с производителями, разговаривали с операторами, которые будут, я имею в виду, там безналичную оплату проезда производить. То есть, программа набирает свои обороты, она начинает реализовываться на Тверском рынке. Шувалов сказал, что они готовы в течение ближайших нескольких месяцев даже, вы верите в это? Закупить, по крайней мере, приступить к закупкам. Купить, это несложно. Вопрос, как вот это вот купленное потом грамотно внедрить в рынок. Проблема не в автобусах, проблема не в том, на чем перевозить людей. Если бы Тверскому бизнесу в свое время поставили задачу покупать именно такие автобусы, я думаю, они бы были куплены, и мы бы в этом не было какой-то особой, сверхсложной задачи. Я считаю, что самая главная проблема, с которой толкнется единый оператор, это как раз формирование кадров, квалифицированных кадров водительского состава, обеспечение соблюдения режима труда и отдыха. Вот недавно, извиняюсь, еще раз перебиваю, тоже областные власти заявили о том, что они выделяют, по-моему, 2 миллиона рублей на покрытие долгов по зарплате. Я знаю, у них там проблемы были. То есть вроде и тут решают вопрос. Ну, зарплата, зарплата. Я сейчас говорю немножко о тех механизмах, которые столкнутся руководители в процессе реализации, организации транспортной вот этой работы. Поэтому вот яркий... Скажите, они на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, могут столкнуться. Да, вот яркий пример у нас сейчас 208 маршрут. Все, наверное, знают, видели эти МАЗы. Значит, там 44 автобуса ходят. Вместимость какова? Вместимость 72 пассажира. То есть это полноразмерный автобус среднего класса, соответствующий стандартам, скажем так, Российской Федерации и Московской регионе. Москва использует их очень активно. Здесь столкнулись с тем, что сначала был достаточно устойчивый поток водителей, потому что была гарантирована зарплата, независимо от плана. Водители осуществляли перевозки в соответствии с расписанием. То есть как раз были искоренены те злачные проблемы, которые у нас всегда были на слуху. Это гонки, это оскорбления. То есть все это вроде бы как ушло. Вроде бы. На 208 маршруте это ушло. Но сейчас даже на этих 34, по-моему, автобусах существует дефицит кадров. То есть в коммерческом даже секторе. Да. То есть автобусы не укомплектованы. При этом зарплаты выдаются каждую неделю. Поэтому... А может быть она копеечна? Нет. Я сейчас не имею права раскрывать размер заработной. Нет, не 20 тысяч рублей в месяц. Я к чему говорю? О том, что где 34 автобуса и где 560 автобусов. Да, наверное, есть какой-то небольшой объем, скажем так, численность водителей у нас на автовокзале. Есть какая-то численность разбросана сейчас на междугородних заказных перевозках. И некоторых маленьких фирм. Да, коммерческих. Но максимум, что я думаю, мы сможем сделать, это сделать в 2,5 раза увеличить. В свое время наша организация, которой я руковожу, мы проводили обучение. Набирали курсантов, оплачивали обучение в автошколах. Обучили примерно человек 12, наверное. И результатов это не дало, потому что ни один из 12 больше недели, в общем-то, не работал. Не потому, что вам условия какие-то... А просто человек, получив водительское удостоверение, находил тысячу причин, и потом уходил в какой-то другой сектор. Потому что работать водителем автобуса – это профессия. Это недаром в Советском Союзе водитель автобуса присваивался первый класс. Я бы что сказал бы. Проблема реализации данного проекта будет прежде всего маршрутной сети. Почему? Потому что у нас дорожные условия на многих маршрутах не соответствуют требованиям безопасности. И классу тех транспортных средств, которые предполагаются по данному проекту, запустить на данный маршрут. То есть по всей области они хотят запустить? Это же не только на Тверь все? Нет, это подразумевается Калининский район и Тверь в первую очередь. А дальше уже... Тверь, Калининский район. Ну, значит, дорожные условия у нас широта полос. Уличная дорожная сеть не позволяет пустить на все те маршруты, которые сейчас обслуживают коммерческие предприятия, пустить автобусы большой вместимости. То есть это... Ну там вот пусть и средние, значит, там же были, о чем я говорил, автобусы средней вместимости. Даже средней вместимости дорожно-уличная сеть и тот уровень автомобилизации в городе Твери, где одна семья имеет по две, а то и по три машины... Ну, уж преувеличивать, мы не в Америке живем. Ну, много машин. Это американский стандарт. Очень много машин. Если исходить из того, что в лучшие времена МУП по АТП выпускалось в рейс 120 автобусов... Годов в 90-м сколько? Да, да, да. Со 150. И автобусы-гармошки выпускали. Так вы помните, да вот те самые Икарусы. Да, те Икарусы, Мерседесы, Мерседесы, да. Мерседесы потом пошли уже, в 96-й год. А лучшие времена это 90-е годы. Возможность автобусам большой вместимости ходить по улицам города, Твери, нормально было. Просто они были пустые. Автомобилей было меньше. Автобусы были полные. Я имею в виду, не автобусы пустые, а улицы пустые. Улицы пустые. Сейчас это сделать невозможно. Это надо учитывать. А в районы? В районы... Сейчас я просто перейду. У нас есть федеральный закон, где конкретно говорится о том, что органы власти должны создавать условия по транспортному обслуживанию и обеспечивать транспортную доступность автобусов для населения. Вот по первой части, то есть это создать условия для бизнеса, как таковое, по транспортному обслуживанию. А есть вот эта вторая часть, обеспечение транспортной доступности для населения. Мы вот об этом никогда не говорим. Мы не говорим о том, о пассажирах, о гражданах, о жителях нашей Твери и Тверской области. В данном проекте нигде не озвучено, какая будет маршрутная сеть. Какие будут маршруты, где они сохранятся, где их отменят, где изменят и как. А для чего это делается? Население спросили. Нет. Вы думаете, население будет против покупки новых автобусов? Нет, здесь нет. Население будет против того, что некоторые районы могут остаться без автобусов. Если сейчас бабушка, допустим, выходит из дома, и ей нужно пройти 20-30 шагов, она махнула рукой, остановился автобус, маршрут так называемый. Ну да, давайте называть вещи, чтобы не путать, потому что я понимаю, что по правилам сейчас это все автобусы, но у нас слушают простые граждане, которые автобусами называют большие, те самые типа Икаруса. Ну, давайте называть вещи своими именами. А маршрутка это маршрутка, все понимают, о чем идет речь. То автобусы большой вместимости, они, как правило, останавливаются на остановочных пунктах. Ну так было, вам скажут, с советских времен. С советских времен. Ну, порядочим снова возвращаемся к порядку. А и-то против, чтобы останавливать, где попало? Ну, у нас есть федеральный закон, есть федеральный закон устав автомобильного городского электрического транспорта, где предусмотрены виды перевозки пассажиров и багажа по маршрутам и с остановками в местах, не запрещенными правилами дорожного движения, по требованию. Обеспечение безопасности, да, вот, допустим, улица Чайковского, там запретили остановку, кроме остановочных транспортов, все нормально, почему бы нет? Здесь в другом концепция подразумевает не то, чтобы, скажем, сделать, именно заменить маршрутки на большие автобусы. Именно в рамках исполнения полномочий 131-го федерального закона область, власти хотят сделать, скажем, аналог той системы, которая существовала раньше в Советском Союзе, сейчас она как-то там реализуется в других субъектах. Да, субъекты, Москву. Ну, я могу сказать, что вот я был в Великом Новгороде, там нет маршруток. Вообще? Там их просто нет. Там ходят автобусы только большой вместимости. Эти автобусы ходят с периодичностью 15, 20, 30 минут в зависимости от времени суток. На остановках всегда стоит, ну, вот я там был дненое время, да, вечером не знаю, не могу сказать, дненое время стоит, ну, примерно человек 25-30 на каждой остановке. Подходит автобус, и вот выходит толпа одна, вторая толпа заходит, толкаются. То есть вот это возникает, знаете, дежавю, да. Я помню, заходишь в автобус, и со всех сторон давят, и ты руку поднять не можешь. Я помню, в 90-е годы я студент был основой библиотеки Горького, это просто ужасно было. Это уже перебор, но вот сейчас в реалии Великого Новгорода там вот так происходит. Потому что город в два раза меньше нашел. Да. Теперь, что будет у нас? У нас в Твери действительно маршрутная сеть иногда просто заходит в микрорайоны, в спальные, да. Наверное, это удобно для жителей, и, наверное, не очень. То, что они как город, днёжный тот же самый. Нет, это вот, если рассматривать с точки зрения больших спальных районов, например, Юность, да, между Пашей Савельевым и Санкт-Петербургским шоссе, огромный квартал. То есть идти из середины до магистрали, то, что сейчас в концепции подразумевается, да, до Паши Савельевой или до Петербургского шоссе, это, ну, в общем-то, нужно пройти метру 800. 800, может быть, километр. И если ты налегке, если тебе 17 лет, наверное, не проблема. А если тебе 70, и ты... А на дворе гололеется и зима, и улица, ох, почищена. Да, тут уже сразу возникает как бы вопрос такой, а вот что мы хотим действительно реализовать и что мы хотим предложить людям. Поэтому вот... Что мы хотим предложить людям, это прежде всего... Сама концепция, она не плохая. Вот она, как бы, знаете, вот, ну, каждой концепции, наверное, нужна какой-то базис. И если бы то, что мы просим власти, давайте обсудим вот то, что вы хотите. Сейчас реально бизнес потратил сотни миллионов рублей по прошлогодним конкурсам. Нам с 11-го года говорили, газели не нужны, покупаем пазы. Мы 8 лет... То есть у автобусов формата газели. Да, да. Мы 8 лет отказываемся от газели. Они слишком маленькие, детские. Да, покупали пазы. А вы согласны с этим? Я считаю... Что газель уж перестал удовлетворять требования. Нет, есть... И нас, вот, требуем, нас, пассажиров. Я не считаю. Сейчас газель на базе того же Next, она довольно комфортная, там 16-18 местная. Наверняка есть маршруты, где ее можно было бы использовать для того, чтобы формировать пассажиропоток на магистралях. То есть она... Автомобиль, в принципе, к эксплуатации, наверное, пригоден и будет востребован. Но 16 мест – это очень мало. То есть на газели не подразумеваются стоячие места. То есть максимум, что можно туда погрузить, это 16 человек. Ну, глядя на наш транспорт, это значит, либо будут они опять перегружены все ездить, либо это будет, ну, я не знаю, кого он будет возить. Ну, либо кто-то будет оставаться на основке, как в Новгороде. Да, да. Павел Федорович, вы согласны, что у газели еще нужны микроавтобусы у такого формата вместимости? Вы знаете, вы вспомнили 90-е. Я вспоминаю первые маршруточные такси. Маршрутные такси. Рафики были. Там тоже все сидячие. 20 копеек стоили? 15 в мае времена. А в мае 20 уже. Трэп был 80. И они ходили по тем же маршрутам, по которым ходил общественный транспорт. Ну, я считаю, что любой вид транспорта можно применять, но с особенностями и с теми исключениями, которые позволяют, опять же, дорожные условия и пассажиропоток. Востребованность прежде всего, востребованность, необходимость и востребованность. То есть, пассажиропоток, нужно обследовать пассажиропоток, нужно выслушивать мнение пассажиров и населения. Здесь мне видится, что идет, грубое слово, такое лоббирование интересов некой группы предпринимателей, либо каких-то групп предприятий, транспортных производителей для изменения, для входа на рынок Твери и Тверской области. Почему вы так думаете? Ну, потому что я в этом проекте по-прежнему не вижу цель улучшения качества для пассажиров. Ну как же, будет много автобусов, значит, никто не будет стоять по полчаса на остановке. Ну, много автобусов, это не значит, что никто не будет стоять на остановке. Опять же, дорожные условия, автомобилизация и интервал движения, каждые три минуты, как сейчас ходят маршрутки, автобусы большой вместимости. Ходить не будут. Это экономика, это затраты на топливо, затраты на запчасти. То есть мы получим то, что получили в свое время Тверского автовокзала, когда в 2009 году было закуплено порядка 120 автобусов большой вместимости, которые должны были обслуживать как пригород, так и Тверскую область. Но где они? А где? Где? Нету их. А куда делись? Ну, они все самортизированы, сломались, сдали их в металлолом, но нету их. Нет, я согласен, я могу сказать, что сейчас автобусы от того самого 2009-2010 годов, они до сих пор должны эксплуатироваться. Ну, не в том количестве, не в том количестве. Не 120 штук. Ну, это был вопрос, значит, надо новый, наверное, было купить. Но это была последняя закупка Твери автовокзала. Поэтому сейчас новый парк, он, конечно, будет и востребован, и принесет достаточно дивидендов и жителям, наверное, в первую очередь. Но эти 560 автобусов, как я понимаю, будут распределены на область. То есть федеральным центром... На Твери-то останется. Ну, часть какая-то. То есть на Твери, на самом деле, нужно было по той концепции, о которой сейчас идет речь, в СМИ была размещена новая схема, Владимир Федорович, наверное, не успел ее посмотреть, потому что ее быстро убрали. Да, а что что? Там была новая схема размещена, вот это в этой концепции. Там исключались из обслуживания, вот район Дмитрий Черкас выпадал он, там исключался 208 маршрут, его там нету. То есть формировалась транспортная сеть как бы по магистральным улицам. Предполагалось, что со спальных районов люди просто будут выходить на остановки и оттуда... Проходить те самые тысячи метров, как вы говорите. Да, то, что мы сейчас вот с вами как раз обсуждали. Поэтому нужно, мне кажется, просто дождаться, дождаться, когда мы эту вот программу начнут власти внедрять. Мне, как чисто бизнесмен, интересует сейчас другой вопрос, а что бизнесу Тверскому, останется там что-то? Да, они говорят, что этот единый перевозчик займет до 8, по оценкам региональных властей, до 8 процентов рынка, как вы думаете? Я вот, честно сказать, пока не вижу даже одного процента. Потому что все, что сейчас делается, оно где-то закрыто там за семью печатями. Нам все обещают собрать и довести информацию, как будет проходить реформа. Конечно, скажем, по результатам последних конкурсов нам сейчас перевозчикам необходимо проводить замену подвижного состава. Но в рамках вот этой вот озвученной концепции, в рамках то, что мы слышим со СМИ, со слов чиновников, о дальнейшем развитии отрасли в Твери, вот каждый ложный рубль, он как бы автоматически превращается в выброшенный. Вот на ваш взгляд, сколько действительно может занять вот этот единый оператор рынка? Они говорят, что остановятся на 80 процентах. Мы бы, я имею в виду, сейчас говорю от лица бизнеса, наверное, бизнес был бы очень, скажем так, позитивно настроен, если бы у нас была такая уверенность, что 20 процентов все-таки останется у бизнеса. А сколько сейчас бизнес занимает, по вашим оценкам? Ну, где-то не менее, наверное, 90 процентов. Вы хотите сказать, что 90 процентов перевозок, к примеру, по Твери, это люди едут в маршрутках? А вот это почти наверняка. 90 процентов на сегодняшний день. И только 10 процентов отводится на перевозку пассажиров троллейбусами, автобусами. Трамвая уже нет. Я поясню, почему. Потому что у нас сейчас, несмотря на то, что маршрутную сеть два года назад меняли, ну, почти постоянно ее режут, меняют, изменяют, там плохо, тут плохо. Не знаю, для кого плохо, но вот как для меня, стопроцентного пассажира, мне хотелось бы, допустим, сесть в пункте А и доехать до пункта назначения. Маршруты маршруток, извините за тавтологию, они такую возможность предоставляют. То же самое 208-й. Ведь он очень много людей довозит до вот этого дачного кластера за Соминкой. Да, светлый. Там не только светлый, там много. То есть я знаю, туда многие люди, только так ведь там можно доехать. Но сейчас там средний автобус на базе МАЗ уже разворачиваются проблемы с трудом. А зимой эта проблема станет вообще очень поздно. А вот большой класс, когда туда поставят, он вообще-то не поедет. А поедет ли он туда? Вот я что-то понимаю, что вот маршрут... Вот по концепции он туда не едет. Вот, о чем и речь. А люди, я знаю, он очень... Я просто как тоже человек, который ездит на маршрутках или троллейбус, автобус и так далее. 208-я, хотя ходит довольно часто, но и при этом она заполнена. То есть вот маршрут востребован, к примеру. Получается, если его и другие снимут, то на чем ездить? Почему так активно не используется общественный транспорт? Ну, мне видится то, что если добраться пассажиру куда-то нужно, то необходима пересадка. А это дополнительные расходы. Ну, там, как уверяют, если карта... Это, короче, время. Мне видится больше времени, что автобус, ну, то же самое, 31-й, он непонятно какой-то, то есть, то нету, и люди просто уже устали ждать и садятся на маршрутку. Я бы возвратился к тому моменту, который озвучил Владимир Владимирович, по поводу разговора с бизнесом нашей власти Тверской области. Действительно, отсутствует разговор с бизнесом, хотя те проблемы, которые озвучивают, это очень мало перевозят льготников. Бизнес мало участвует. Почему бы эту проблему не озвучить? Я знаю, предприниматели готовы перевозить льготников. Так я так понимаю, у них денег нет. У кого? Они же должны компенсировать, вот часть. Вот на данный момент, на данный момент я разговаривал с предпринимателями, да, и Владимир Владимирович, не даст соврать, готовы перевозить льготников, готовы поменять транспортные средства со средней, малой вместимости. На ту вместимость и на те автобусы, которые необходимы, как считает власть. Но для этого нужен действительно диалог, разговор. Для этого нужно ставить, информировать бизнес, чтобы было это стабильно. У нас звоночек в студию. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вы так интересно обсуждаете. Ты одну вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему нет ни одного директора, ни одного транспортного предприятия городского? Спасибо большое. Это у вас единственный вопрос. Отвечу, что все наши попытки в последнее время пригласить в эту студию руководителя, например, нашего ПТП, а эту программу мы уже собираемся сделать, знаете, наверное, где-то месяц. Всякий раз вот не приходят к нам. Ну, нам отвечают в администрации, что не время пока. Сказать особо вроде нечего и так далее и тому подобное. Понимаешь, зову, давно зову, но не идут, не получается. Видать, заняты, наверное, там, может быть, лично автобус чинят, там, гайки подают и так далее. Не приходят, попросту говоря. Поэтому пришли вот те, кому ей что сказать, и они не боятся высказать свое мнение. Я добавлю немножечко. Я хотел бы еще заметить, что где-то четыре года назад при решении транспортных, обсуждении транспортных вопросов, наверное, самым частым гостем здесь был министр Суязов. Да, я еще тогда, наверное, проявлял как раз вот инициативу и желание подискутировать именно... Извиняюсь, прерываю, у нас снова звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует, вот, в чем владение будет? Это муниципальный будет транспорт, вот эти автобусы, и какой подвижной состав вот этих автобусов? МАЗы, там еще, и ГАЗели, если будут, или большой, средний транспорт. И, понимаете, вот сейчас вот все угробили вот это, водители, которые были вот эти автобусники, как говорится, первоклассным автобусникам, вот это все ушли в другие структуры, теперь нужно... Такая же ситуация по водителям троллейбуса, такая же все ухайдокали, потом надо будет опять переучивать там это самое, вот это, и одно другое, пожалуйста, вот это вы обращаете внимание, если будет муниципальный транспорт. Самая основная задача мэрии и всей администрации города, вот этот транспорт, он социальный, вы посмотрите по Европе, в Ленинграде, в Москве, он окупаемый, я там бываю, вы зачем тут городите огород? Он не окупаемый, он датированный, вот этот транспорт. Если вы не организуете, и администрация не организует доставку жителей города, это грош цена и этой администрации, и этому транспортному отделу, который нет вот за эти 20 с лишним 30 лет, нет развития. Не троллейбусного парка, хотя можно было линию проложить там в этой, в Радужный, куда дальше, понимаете? Спасибо вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Это вообще, если товарищи... Спасибо, сейчас постараемся, что сможем ответить. Владимир Владимирович, вы уже обмолвили, что присутствовали на презентации, так поясните телезрителю, какой транспорт предлагается купить, в чьей собственности будет вообще? Дело в том, что монопольное законодательство не предусматривает, скажем, такого упора на определенный вид, марку транспортного средства. Тем не менее, на презентации были представлены автобусы только концерна «ГАЗ», это «Лиазы» и «Газель». Был автобус междугороднего класса на базе шасси «Скания», это, я так понимаю, «ГАЛАЗ», но понятно, что никто не пропишет в документации, что только автобус «Лиаз». Другое дело, что будут торги проводиться по 44-му федеральному закону, который подразумевает под собой закупку техники в соответствии с критериями. И вот если критерии будут определены так, что подойдут автобусы марки «Лиаз» или «МАЗ» или еще какой-то, то вот этот предполагаемый единый заказчик, единый оператор, он эти автобусы и приобретет. Кому будут принадлежать эти автобусы? Это вроде как в областном. Нет, автобусы будут закупаться не из областного бюджета. Деньги будут закладываться в бюджет на выплату транспортной работы, а вот автобусы будут принадлежать частной структуре. А, частной? Да, это будет частная структура. А как-то так, подождите, областные власти, получается, помогают какому-то частнику? У нас реализация этой программы, я хотел сказать раньше, она идет свыше, с федерального центра. То есть крупный бизнес, бизнес совершенно иных размеров, перед ним поставлена на президентном задаче как раз выполнение социальной нагрузки в плане налаживания хорошей транспортной перевозки пассажиров по регионам. Да, поэтому на нашу область выходит трансмашхолдинг. Именно этой структуре поручено, скажем так, внести свою лепту в развитие и формирование цивилизованного пассажирского транспорта. Привлечение малого бизнеса, на мой взгляд, пока нигде не нонсировано, нигде не озвучено, хотя мы очень надеемся. Потому, насколько, какие типы, ну я уже сказал, это лиазы показаны были среднего класса, лиазы большого класса, и в малом классе показаны газель. Сейчас есть концепция газели с низким полом для перевозки инвалидов, для перевозки групп мобильных граждан. Ну понятно, скажу, да, инвалидов. Я бы сказал, знаете что, прервали звонком о том, что наши предприниматели, да, частный бизнес готов участвовать и во всех социальных программах, и перевозить льготные категории граждан, и предоставить те транспортные средства, которые необходимы городу, области. Это показали те конкурсы, которые проводила администрация города Твери. Снова у вас вынужден прервать, у нас опять звоночек. Вот прям, как вы начинаете говорить, нам сразу звонят. Слушаем вас? Да, здравствуйте, слушаем вас. Вы знаете, я чувствую, господин Шувалов приезжал к нам с одной целью поддержать холдинг газ, вот этот завод. Вот эти луноходы, которые поступят, и газели. Вы знаете, сколько это будет по содержанию? Я вам скажу, этот парк будет стоять через, наверное, полгода, наверное, будет, наверное, где-то у этого. Это одна цель, одна цель. А почему город? Почему город? Товарищ Огоньков не хочет на базе муниципального и унитарного предприятия вот это организовать и развить вот этот парк. И почему это всё выкладывается на какие-то структуры, не поймёшь? Я не пойму. Спасибо вам, спасибо за ваше мнение. Я хотел бы сказать здесь, что на самом деле наш слушатель, телезритель, он затронул такую очень тонкую грань. Дело в том, что сейчас городской властью подразумевается передача всей городской транспортной сети под управление, под ответственность Министерства транспорта. По вопросу говоря области, потому что у города денег, насколько я знаю, нет. Нет, в то же время 131-й федеральный закон такими полномочиями не наделяет вышестоящую власть. Закон о местном самоуправлении, когда у вас будет. Да, то есть область может передать городу, город может передать району, но не в обратном порядке. То есть вот это представляет такой коллизия нормативного правового поля возникает. И если завтра город, например, передает свои полномочия области, и я как предприниматель в город обращаюсь за организацией какого-то маршрута, то получается город не в состоянии это сделать, а это уже нарушение моих правов. Да, извините, у нас снова звонок. Слушаем вас. Алло. Да. Меня зовут Николаев. Вот хотел бы задать вопрос для анализа вашим гостям и вам лично, и в то же время посыл к власти, которая сейчас существует. Вспомнить 98-й год, это 21 год назад, когда начал развиваться частный бизнес перевозчиков по городу Твери и области. В нашем уважаемом трамвайно-троллейбусном управлении ежедневно выходило 100-110 вагонов-трамваев на линию и порядка 100 троллейбусов. И плюс в ПТП был, ПТП-1, ПТП-2. Ну понятно, да. В общей сложности выходило около 100-150 автобусов ежедневно. Как так могло получиться, что за прошедшие 20 лет в городе Твери обнулился трамвайный парк ноль, троллейбусов выходит там 20-30 единиц, все ржавые, перекорёжные, автобусов выходит порядка 40-50 штук. Куда делись? А зачем нужна нашему городу и области такая власть, которая за 20 лет развалила всё? Сейчас они хотят выгнать наработанное людей, которые годами катали эти маршруты, купили новую технику и ради какого-то там трансмаша обеспечить. И правильно сейчас предыдущий звонок был, что они через полгода все будут у забора стоять. У нас в городе нету человека, который способен взять на себя руководство и наладить эту работу. Потому что в транспортной отрасли работают экологи, психологи, учителя и тогда экономисты, это только не транспортники. Возьмите штат Министерства транспорта, городской администрации отдела. Есть ли там настоящие транспортники, кто учился на это дело хотя бы? Всё, вопрос такой. Хочу вопрос, да, повторить. Как так получилось, что за 20 лет вот у вас там сидят уважаемые люди, они все через это прошли? Спасибо вам за вопрос, Леонид Фёдорович. На ваш взгляд, как так получилось? Сложно ответить на этот вопрос. С одной стороны сложно, с другой стороны просто. Да, вот был упомянут 1998 год. Я всегда, везде и всюду говорю о том, что предприниматели, частный бизнес как бы в транспортную отрасль как раз и тогда и заходил. На тот момент никаких дублирующих маршрутов, так сказать, перетечения денежных средств, финансовых потоков в частный бизнес не было, но тем не менее ТТУ через год обанкротилось. То есть оно было в состоянии банкротства уже тем муниципальным предприятиям, которые действовали. То есть это неэффективность использования тех ресурсов, которые город даёт своим муниципальным предприятиям. Либо муниципальные предприятия поставлены в те условия, которые их, опять же, поставила городская администрация. Но я хотел бы сказать о том, что почему бы те транспортные средства, которые приобретаются за счёт бюджета, опять же, не разыгрывались через конкурсные процедуры, не передавались тем частным предпринимателям, коммерческим структурам, которые готовы их обслуживать, эксплуатировать. И платить, соответственно, деньги в бюджет города. Но у нас такого никогда не было. Ни одного рубля из бюджета города Твери, ни одного рубля из бюджета Тверской области частным предпринимателям в поддержку частного бизнеса не давалось. То есть частный бизнес в транспортной отрасли у нас никоим образом не поддерживается. Несмотря на то, что, я опять повторюсь, что у нас частные предприниматели не такие плохие, они готовы перевозить и льготные категории граждан, готовы выполнять те критерии и условия конкурса, которые выставляет администрация. А я вас опять перебью, опять звоночек у нас в студию. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вот вопрос такой, обсуждая эти инновации, непонятно, а за чей счет все это будет происходить? Это опять бюджет городской, региональный. То есть эти изменения все за счет людей опять будут происходить, а транспорт вроде бы и сейчас ездит. Вот непонятно, как это все будет. Спасибо. Владимир Владимирович, за чей счет банкетик-то спрашиваю. Реализация программы будет проходить под эгидой 44-го федерального закона, это значит, что субсидирование будет проходить из бюджета Тверской области. То есть оператор частный будет вот этот единый? Оператор будет собирать финансы, но в бюджете должно быть заложено вот эти вот деньги на то, чтобы мало ли что с этим оператором случиться. Если мы маршрут разыгрываем, значит область является как бы гарантом выполнения вот этой поставленной задачи. Это первое. На самом деле вот эти вот издержки, я думаю, что первоначально они будут заложены в бюджете, потом подразумевается, что вот этот единый оператор, скажем так, аккумулировав вот эти финансовые средства, поступающие от населения, будет каким-то образом перетекать в бюджет и как-то компенсироваться. Я, к сожалению... Что будет с ПТП-то? ПТП приказало долго жить. К сожалению, я хотел бы вернуться вот к двум предыдущим звонкам. Николай звонил и еще у нас, я так понял, заинтересованы лица, почему у нас вот такая ситуация по ПТП. Почему приказал долго жить? Да, да потому что на самом деле нет нормального эффективного транспортника, понимающего то, чем он занимается. К сожалению, вот почему у нас предприниматели некоторые имеют парки больше, чем ПТП и справляются с этим. ПТП нам часто говорит, вот вы типа налоги не платите. Но я хотел бы обратиться к зрителям и, надеюсь, наверное, для многих почти уверен, что это будет новостью, ПТП платит только АНДФЛ. Все остальные налоги, они освобождены. И при этом они умудряются каждый год банкротиться. Это просто нецелевое использование, во-первых, подвижного состава. А нецелевое, это как? Я не знаю, куда используют средства. На каждый год, на сотни миллионов. То есть деньги вроде дают? Из городского бюджета, из областного бюджета выделяется сотни миллионов рублей на поддержание городского транспорта. Ну, в среднем ежегодно 250 миллионов. Плюс транспорт что-то привозит, собирает. Плюс автобусы бесплатно. Плюс база бесплатно. Налогов, как вы говорите, минимум. Налогов в минимум. И при этом банкротство. То есть, вот... Подводя черту, неэффективное управление. Да. Непрофессиональная работа. Непрофессиональная работа. У нас просто снова звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Алексеем зовут. У меня два вопроса к товарищам. Первый вопрос. Вот они говорят, что будут автобусы ходить. А вот в этой программе, которую рассматривают по изменению электротранспорта автобусов, проработано, что данные по идеологии, разведке, подобной метке хватает где-то на 30-40 лет. А дальше на чем ездить будут машины? Первый вопрос. Второй вопрос у меня. Вот вы говорите о социальной ответственности бизнеса, который сейчас возит нас всех тут. Кого хуйка, кого попали, кто ничего. Но почему бы этому бизнесу, тому же городу, не повлиять на них и не сказать? Уважаемые бизнесмены, школьники, школьников возите за 50% стоимости. Вот, например, семья живет на стеклозаводе, четверо с пересадкой на работу ездят взрослые и дети в третью школу, в седьмую, в третью, по-моему, ездят. А потом из школы домой, а потом еще куда-нибудь на кружки. Чем заниматься-то, дети? Вот вы представьте, в среднем семья тратят 150-200 рублей в день на транспорт. Это сумасшедствие. Спасибо, понятно вам, спасибо за звонок. Ну вот, господа, понятно, что, ну что опять сказать, почему льготников не перевозят маршрутик? Потому что, дорогие телезрители, город должен компенсировать предпринимателю вот эти половинство процентов стоимости. 50% у города на этот денег опять-таки нету. Поэтому у нас сейчас тариф в маршрутках нерегулируемый, поскольку раз город не может компенсировать, соответственно, предприниматели имеют право ставить ту цену, какую хотят. Господа, кстати, а вот на ваш взгляд, повысится ли цена проезда, скажем так, в государственном, муниципальном транспорте Твери после того, как заработал вот этот единый оператор, все-таки это новая техника, трата и так далее? А станция 21 рубль-то вот эта? Нет, по тем, скажем так, по той информации, которую мы имеем. Как я принято говорить, инсайдерской. Да, значит, проезд планируется составить по безналичной оплате проезда в размере 28 рублей. То есть на 7 рублей сразу. Хотя сейчас по безналичке, это получается, на вот сейчас по безналичке 20 рублей. Возможно. Если по Илоге. И если за наличные деньги, то проезд составит 35 рублей. С 21. Да, такая дифференциация направлена на то, чтобы люди ушли от наличной оплаты и все перешли на безналие. Но тем не менее, при этом, как я сказал, что если информация подтвердится, то проезд будет составлять, ну вот как примерно сейчас средний проезд на маршрутках. Где-то 30, где-то 25, а в среднем 28. Я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу. Откуда деньги? Согласен, будет это из областного бюджета. И маленькая поправочка к Владимиру Владимировичу. Деньги нужны уже сейчас. Кредит банками предоставляется не безвозмездно. Деньги будут поступать уже сейчас. Кредит нужно возвращать. Возвращать будет областной бюджет. Необходимо вносить изменения. То есть мы, получается, кредит на сколько там. Средняя цена автобуса, если будем там большой вместимости, малой вместимости, ну выведем 6-7 миллионов рублей. Большим 8. Ну, большим 8. Ну, умножайте на 500, 4 миллиарда рублей. Где-то нужно найти. При этом хотелось бы сказать, что действительно транспорт-то есть. Нужно задействовать бизнес более эффективно. Вот предыдущий вопрос по поводу льгот. Согласно конкурсной процедур, которую провела администрация города Твери, перевозчики обязались установить оборудование без наличной оплаты труда. Оплаты труда. Проезда, да. Проезда. Что это такое? Это можно ввести карточки жителя Твери, как вот жителя Москвы, карточки москвича, карточки Тверича, по которым можно установить и зафиксировать количество перевезенных пассажиров, льготников и так далее и тому подобное. Ну, и Волгани, я так понимаю... Тоже приказал долго. Не знаю, не знаю. Я сегодня пользовался. К сожалению, досконально не могу пояснить, почему, допустим, предприниматели не устанавливают оборудование или возможно пользоваться на оборудовании, которое устанавливают предприниматели, и в том числе карточки ИВЛГ. Нет, на самом деле на сегодня порядка, наверное, 150 единиц транспорта оборудованы теми техническими устройствами, которые установлены на МУПе, так называемого ИВЛГа. То есть конкурсы, которые прошли в декабре 2018 года, все автобусы практически оборудованы ИВЛГами. Но дело в том, что вот на той презентации у губернатора опять было сказано, что вот это вот технические устройства от ИВЛГ не будут востребованы, и они как бы, что с ними дальше делать, тоже непонятно. А почему они так-то? Почему нельзя продолжить те же самые системы внедрения? Я вам скажу более того, что вот эти затраты составили более 7 миллионов у бизнеса. И кто теперь, как это теперь бизнесу реагирует, и как вести себя в этой ситуации, вообще непонятно. Поэтому вторая линейка мультипасса, которая по безналичной оплате проезда, она тоже, скажем так, вне этой программы. Будет предложен новый оператор, новые технические устройства, которыми будут оснащены все транспортные средства подвижного состава. Поэтому слишком много вопросов у нас, на которые мы не можем получить ответы. И полная тьма, мрак в плане информативности. Нам обещают в Министерстве транспорта как-то нас собрать в ближайшее время. Пока мрак не развеется. Господа, не могу не затронуть еще один такой вопрос. Тоже региональные власти еще одну, скажем так, новеллу издали, законодательную. Издали, не издали, но неважно, суд вообще это вроде как приговорил тому, что от туриста, попросту говоря, нельзя больше возить по междугородным маршрутам пассажиров. Как вы это оцениваете? Ну, я оцениваю это негативно. Почему? Потому что сами регулярные маршруты, ну, запретили, грубо говоря, отправляться так называемым заказным перевозкам. Ну, давайте называть вещи своими именами, маршруткам там Тверь, Осташков, не знаю. Да, заказникам, да, заказникам запретили отправляться. При этом в Тверской области мы полагаем, что заказники обслуживают 90% населения. Переезда, межмуниципальных перевозок. Переезда, межмуниципальных, междугородник перевозок. А как же так-то? А что же эти автобусы с автовокзалом-то? Для чего у нас автовокзал очень модернизировали? Ну, опять же, старенький ремонт. И вот я не вижу ничего плохого, допустим, в перевозках, в любых перевозках. Это заказные, регулярные. Но чем плохо, когда вместо одного рейса в день отправление с города 10 рейсов? Чем это плохо? Чем это плохо пассажирам? Что не нужно человеку ждать полу дня следующего автобуса? Не нужно ждать, он может ориентироваться, планировать. Он может приходить на рассвете, чтобы уехать. Да, не нужно приходить на рассвете. Но получается, что чиновникам, каким-то чиновникам, наверное, тем, которые пользуются служебным транспортом, в основном... Как сказано в одном фильме, видит жизнь, как на персональном автомобиле. Плохо. Чем плохо, что отправление у нас в городе Твери междугородних автобусов не из одного автовокзала, а с нескольких мест. А может, на один автовокзал стоило всех сконцентрировать? Ну, в принципе, такие намерения... Почему они их просто выгоняют? Почему не сказать, товарищи, мы их перемещаем на автовокзал? Ну, знаете, почему я еще негативно оцениваю? Потому что запретили от гостиницы туристов. Что такое гостиница туристов? Любая гостиница, это прежде всего туристы. Это гости, которые могут отправляться... То есть гости располагаются на привокзальной площади. На привокзальной площади. Там могут быть как раз заказные рейсы, которые отправляются в дальнейшем по культурным местам. Ну, осташку в туристическое место, а поезда-то нет. И какой-то москвич, приехав в Тверь, мог перейти площадь, сесть и уехать в мостах. Здесь я вижу нарушение антимонопольного законодательства в сфере гостиничного бизнеса. Если нужно было издавать постановление, то нужно было запрещать тогда от всех гостиниц. А от Волги, насколько я знаю, пожалуйста. Да, пожалуйста. От Волги, от других гостиниц. Пожалуйста, отправляйтесь. В чем выбор именно? У меня вопрос к региональным властям. Ну и хотелось бы просто сказать о том, что у нас регулярные рейсы пытались проводить конкурсы. У нас, по сути дела, уже год как не проводятся конкурсы. Заканчиваются карты маршрута, свидетельства заканчиваются у перевозчиков. В том числе, близится время, когда и на Тверском автовокзале закончатся карты. Уже закончились? Почему? Уже закончились даже. Уже 19 маршрутов у нас с автовокзала ездят по типу заказных, без карт маршрутов. Например, какие? Ржев, Конаково. То есть такие крупные города, как Ржев. То есть речь не о поездке в деревню Петровская, а Ржев, второй по населению город Твери. И нельзя, что называется, легально, как на это ставят съездки. Сейчас перевозки осуществляются заказными автобусами. Ну, опять-таки, частные, называющиеся именами. Единственная разница, только выезжают они с автовокзала. И почему-то этим автобусом можно выезжать на Ржев, а от гостиницы туристов другим, частным перевозчикам нельзя. А если частных пригласят в гостиницу туристов к автовокзалу? Скажут, паркуйте. Они там были, они там были, но когда возникла большая задолженность автовокзала перед перевозчиками. За что? За оплату. А, то есть автовокзал продавал билеты? Да, а деньги не платил по несколько месяцев, по полгода не платил деньги. А если вам разрешите, опять-таки, поставить такой же свой ларек напрямую? А ларек они не дают. Они говорят, продавать будем мы. Мы сами продавать будем. Да. А отдавать не всегда? Отдавать мы. Ну, сейчас, с нынешним руководством, пока оно справляется с этой поставленной задачей, но еще полгода назад эта проблема была из проблем. По крайней мере, вот бизнес брал на себя перевозки на сележаровское направление полностью. На полтора миллиона были перевезены, но доставлена сумма на автовокзале, и эта сумма висела, если меняет память, порядка шести-семи месяцев. Господа, я вынужден вас уже прервать полностью, потому что наш эфир подошел к концу. Спасибо большое. Но, чувствуя, мы много не договорили, поэтому приглашаю еще раз, чтобы обсудить эти важные вопросы, потому что действительно пройдет время, мы поймем, как будет развиваться ситуация с этими новыми автобусами, с межобластными перевозками. Поэтому приглашаю еще раз, дорогие телезрители, сегодня мы обсуждали положение дела с нашим общественным транспортом, как в Твери, так и межмуниципального уровня. Пока как-то все очень странно, непонятно. Посмотрим. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Спасибо вам большое. До встречи в Твери. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok